Платон Обухов Прыжок Бигбосса Василий Звенигородский был не в духе. Вот уже несколько дней он писал картину, но когда жена вошла в мастерскую и увидела ее, то заявила, что из этого ничего не выйдет. Не трать даром время. Решительно забраковал работу мужа Лена и, поцеловав в щеку, упорхнула по своим делам. Василий хотел изобразить на розовом фоне пять дверных петель. Одну левым боком, другую правым, третью сзади, четвертую и пятую раскрытыми. Это должно было символизировать малость человека на фоне вселенной. Однако после резкого замечания жены Василий ощутил полное безразличие к своей работе. Желая собраться с силами, он заварил крепкий кофе. С чашечкой в руке прошел в гостиную, включил телевизор. Раздался телефонный звонок. Василий нехотя взял трубку. Игорь Михайлович Стрельцов, на которого работал Василий, сообщил, что для того есть работа, за которую ему хорошо заплатят, и попросил побыстрее к нему подъехать. Стрельцов был не один. На кухне чавкая завтракал хромой, уголовник с впечатляющим стажем, и Карина Полищук, мэтресса Бигбоса. Та стояла у окна в гостиной. Василий хорошо знал Карину. Они вместе закончили Суриковский институт и время от времени выставлялись в числе других молодых московских художников. Бигбос был оживлен. Поднимаясь из любимого кресла навстречу Звенигородскому, он радостно проговорил. «Хочу показать тебе кое-что интересное. Пошли в ту комнату». На небольшом портрете, которому Игорь Михайлович подвел художника, была изображена молодая женщина в черном платье с высоким почти до подбородка стоячим воротником. На груди у нее была приколота красная роза, резко контрастировавшая с темным задним планом картины и черным бархатом платья. В руке женщина держала изящный костяной гребешок. «Что это, по-твоему?» – живо поинтересовался Стрельцов, когда Василий закончил осмотр картины. «Испания. Конец XVIII – начало XIX века. Очевидно, кто-то из подражателей Гои. У него есть очень похожая картина. Она висит в музее Прада в Мадриде». «Может быть, это и есть Гоя?» – улыбнулся Стрельцов. «Сейчас на учете находится каждая, даже самая незначительная работа Гои», – нахмурился Василий. «Кроме того, эта картина – произведение мастера, талант которого явно не равнялся дарованию великого испанца. Заметные огрехи в технике, подборе красок, освещении, совершенно недопустимые для Гои». Игорь Михайлович призадумался. Он стоял в центре комнаты, слегка раскачиваясь на носках, и о чем-то сосредоточенно размышлял. Размышлял. Когда Василий осмелился наконец напомнить о своем присутствии легким покашливанием, Биг Босс очнулся и радушно предложил. «Пошли, выпьем кофе с коньяком». Карина принесла из кухни кофейник, быстро разлила по маленьким фарваровым чашечкам ароматный напиток и с улыбкой подала его мужчинам. Далив себе в кофе немного французского коньяка и отломив кусок шоколада, Василий наслаждался изысканным напитком. «Хотел бы я знать», – произнес Стрельцов, удобнее устраиваясь в кресле, «сможешь ли ты исправить огрехи этого неизвестного испанского художника так, чтобы я смог выдать эту вещь за произведение Гои?» Заметив, что с губ Василия готово сорваться возражение, он остановил его движением руки. «Я не случайно приобрел эту картину. Она может быть и плохая, но подлинная. Холст, краски, подрамник и рамка относятся к тому времени. Значит, остается лишь подправить рисунок, и успех обеспечен». «Не могу», – прошептал Василий широко открытыми глазами, глядя на Игоря Михайловича. «Жаль», – спокойно, как будто речь шла о совершенно обычном деле, – проговорил Стрельцов. «А я-то думал, что у тебя есть желание заработать. Тысячи, две, три…» Он выдержал паузу. «Четыре, пять?» Василий молчал. «Ну, хорошо», – тускло сказал Стрельцов. «Вольному воля». Василий сумрачно откланился. На улице он поднял руку в надежде остановить такси, но неожиданно рядом с ним выросла фигура Хромова. «Шеф приказал доставить вас прямо к дому», – сообщил верный слуга Биг Босса. Они сели в машину Хромова и доехали за двадцать минут. Хромой шустро обижал «Жигули», раскрыл над головой художника большой цветастый зонтик, чуть ли не под ручку довел до подъезда. Вечером Лена объявила мужу, что одна ее сослуживица продает итальянские туфли за сто двадцать рублей и зимние сапоги за триста, а еще обещала достать писк моды, кофточку с широким кожаным поясом и брюки-галифе. Выполив всю эту информацию, Лена внимательно посмотрела на Василия. Однако муж лишь сухо поджал губы. Совсем недавно ему пришлось потратиться на кисти и краски голландской фирмы «Рембрант», необходимые для работы. Лена разрыдалась и убежала на кухню. Василий заперся в мастерской, сел на табуретку, обхватив голову руками, и надолго застыл в такой позе, всем своим видом символизируя отчаяние и безнадежность. Нет, он действительно не имел возможности не только удовлетворить просьбы Лены, но и выполнить собственные заветные желания, заиметь катер на Клязьминском водохранилище, куда на этюды ездили почти все его знакомые, подремонтировать уже основательно запущенную квартиру. Но все это требовало солидных капиталовложений, а средств между тем не хватало на самое необходимое. «Теперь Лена будет долго сердиться», – подумал Василий, и, сняв трубку телефона, медленно набрал номер Игоря Михайловича. Стрельцов встретил Звенигородского в прихожей. Через несколько минут туда вошел хромой с картиной в руках. «Берешься?» – пытливо, глядя в глаза Василию, спросил Бигбосс. «В прошлый раз я сказал, что это невозможно», – виновато улыбнулся Василий. В конце концов, англичанин Томас Киттинг на протяжении двадцати лет снабжал ведущие лондонские галереи поддельными шедеврами известных мастеров, главным образом чрезвычайно популярного в Великобритании художника прошлого века Самуэля Палмера. Киттинга подвела лишь нелепая случайность. Даже сам Пикассо не мог определить подлинность своих произведений. Василий вздохнул. «Короче, я попробую, но на это уйдет немало времени. Да и краски нужны особые». «Если все будет хорошо, ты получишь семь тысяч», – сказал Игорь Михайлович. «Три, когда привезешь готовую картину, и четыре после ее реализации. Краски, кисти будут оплачены отдельно». Он помолчал, потом безапелляционно закончил. «Даю тебе две недели». «Хорошо. Если я увижу, что работа стоит этих денег, заказы будешь получать постоянно», – добавил Стрельцов. «Нужно, кстати, сделать несколько копий Брюлова, Венецианова, Аргунова. За ценой, как говорится, не постоим». Проработав над полученной от Стрельцова картиной в течение пяти дней, Василий объявил жене. «Передай подруге, что через неделю купишь понравившиеся тебе вещи». Лена сразу посветлела лицом и бросилась целовать мужа. Мир был восстановлен. «Как же все-таки мало нужно для счастья», – размышлял, лежа в постели, рядом с мирно посапывающей женой Василий. «Хотя, чего говорить, баба она и есть баба». Оставив Звенигородского работать над Гоей, Игорь Михайлович с новой любовницей Светкой полетел в Таллин. Полет до столицы Эстонии занимал считанные часы. Их едва хватило Стрельцову на то, чтобы обдумать свое нынешнее положение. С некоторых пор Игоря Михайловича стали одолевать сначала исподволь, а потом все ощутимее сомнение, так ли он живет, как надо и тем ли, чем надо занимается. Нет, ничего удивительного в том, что такие мысли время от времени приходят практически ко всем, кто не ладит с законом. Впрочем, имелась одна возможность, которой во времена деловых людей старшего поколения просто не существовало – отъезд за границу. Но для этого, во-первых, надо было суметь захватить с собой значительную часть накопленного и награбленного, иначе вся затея с переездом теряла смысл. Во-вторых, подыскать такую страну, у которой не существовало бы договоров о правовой помощи с Советским Союзом, и в которой царили бы сильные традиционные предубеждения против исторической родины Стрельцова. Иначе можно было запросто угодить на скамью подсудимых в иностранном суде или быть выданным в качестве уголовного преступника обратно в Советский Союз. Стрельцов мечтал обосноваться в Южной Америке, скажем, в Парагвае. Там он мог быть спокоен за свое будущее, безмятежно загорать на известных курортах, в то время как вся его гоп-компания, включая того же Звенигородского, вполне возможно, кормила бы гнуса в местах не столь отдаленных. В гостинице «Виру» Стрельцова и Светку ждал заранее заказанный люкс. Первые дни были отданы любви и прогулкам по старому городу. В Таллине Игорь Михайлович почувствовал то очарование, которое ни в каком другом месте не замечал. «Здесь европейский дух», — твердил он, глядываясь в лица прохожих. «Перенеси этих людей в соседнюю Финляндию или Швецию, они бы и там чувствовали себя как дома». «Но как попасть туда самому с львиной долей своих богатств?» У Стрельцова был знакомый, который наверняка знал, как безболезненно переправить за рубеж достаточно средств и ценностей, чтобы и там жить безбедно. Но знакомый не отвечал на телефонные звонки, и тогда Стрельцов решился на последний, самый рискованный вариант. «Ну, как продвигается твоя картина?» — спросила однажды Лена. Василий испуганно вздрогнул и торопливо прикрыл простыней Гою, однако он опасался напрасно. Лена спрашивала про его собственную картину. «Нормально», — буркнул художник, — «я ее уже закончил. Значит, ты уже можешь отправить ее на выставку?» Василию было приятно, что жена стала снова проявлять интерес к его творчеству, но он лишь горько усмехнулся. «Разве ты не знаешь, что союз художников — это организация ненавидящих друг друга людей? Ты думаешь, там сидят и ждут мою картину? Да как только они увидят ее, тут же кинутся критиковать и ругать. Когда я впервые в жизни выставился, отобрав лучшие работы, в которые вложил всю свою душу и сердце, то из представленных на выставке художников раскритиковали именно меня, словно не было других достойных критики картин. Мафия, одним словом». Бенуа сначала в щепке разнес Врубеля, а потом сказал, что это великий художник, равный гением Возрождения, — веско проговорила Лена. «А ты знаешь, хоть при каких обстоятельствах он это заявил?» «Не знаю», — честно призналась Лена, — «об этом в огоньке не говорилось». Эта цитата взята из некролога на смерть Врубеля, и его действительно написал Александр Бенуа. Таллиннское кафе «Старый моряк» находилось в подвале. Потолок поддерживали черные щербатые от времени дубовые балки. По стенам были развешаны начищенные медные чайники и кастрюли. Внутри темно и тихо. Посетители переговаривались в полголоса или даже шепотом. Игорь Михайлович заказал грок и бифштекс. Он знал, что Светка любит мясо. Постепенно кафе заполнялось народом, а воздух в нем струйками табачного дыма. Голоса звучали все громче, говорили в основном по-эстонски, и Биг Босс чувствовал себя совсем как за границей. Мясо было съедено, Биг Босс заказал еще грок и бросил взгляд на свисавший запястье золотой роликс. Через десять минут Игорь Михайлович встал из-за столика и направился в туалет. Проходя мимо стойки, Бара увидел сидевшего на высоком вращающемся табурете стройного блондина. Он неторопливо прихлебывал пиво из грубой глиняной кружки. На обратном пути Биг Босс остановился возле него. «Выпьем вина», — предложил он блондину. Тот с нескрываемым высокомерием посмотрел на Стрельцова. После длительной паузы все же соизволил поинтересоваться. «Какого?» «Конечно, Рейнского». Выражение высокомерия в глазах эстонца сменилось неподдельным интересом. «Садись», — предложил он Стрельцову, указывая на кожаный табурет рядом со своим. «Тебя зовут Арне?» — спросил Игорь Михайлович. «Допустим», — процедил эстонец. Стрельцов оглянулся. Откуда-то из глубины зала возникли двое крепких парней. Модные кожаные куртки черного цвета плотно обтягивали их мощные торсы. Парни молча остановились неподалеку от бара и скучающе жевали резинки. «Смотри», — Стрельцов извлек из кармана бумажник и вытащил тщательно упакованную в целлофан фотографию. На ней был изображен Игорь Михайлович в обнимку с блондином примерно сорока лет. Блондин был чем-то неуловимо похож на Арне. В углу фотографии виднелся нарисованный с соблюдением малейших деталей мальтийский крест. Арне разорвал целлофан и поднес фотографию близко к глазам. «Так ты и есть тот самый москвич, который дал боссу 80 тысяч, когда шел суд?» Стрельцов молча кивнул. «Благодаря тебе босс избежал вышки. Получил всего 12 лет», — задумчиво проговорил эстонец. «Но ведь после того, как был зачитан приговор, ты получил причитающиеся тебе». Стрельцов снова молча кивнул. «Чего же ты хочешь?» «Информацию». Стрельцов заметил, как напряглось лицо Арне. «Ты еще долго собираешься здесь торчать?» Раздался над самым ухом биг босса капризный голос Светки. Обернувшись, Игорь Михайлович терпеливо улыбнулся. «Света, деточка, тебе придется поскучать в гостинице еще часика-полтора. Иди. Я сразу приду, как только освобожусь». Светка поправила ремешок дорогой сумочки из крокодиловой кожи, подарок Игоря Михайловича, и, покачивая бедрами, двинулась к выходу из ресторана. Парни в черных кожанках проводили ее оценивающими взглядами. Но ни один мускул не дрогнул на лице Арне. Игорь Михайлович отметил выдержку парня, хотя по блеснувшим глазам понял, что Светка, которую он привез сюда, именно для Арне. Ему понравилось. Вот только подошла не вовремя дуреха. «Я знаю, что время от времени ваши люди переезжают на постоянное жительство за рубеж, чаще всего в Финляндию», — начал тяжело ронять слова стрельцов. «Мне важно выяснить, как им удается переправлять за кордон свои сбережения». Вот и все. Игорь Михайлович сунул руку во внутренний карман пиджака, нащупал тугую пачку денег. «За эту информацию я готов выложить десять тысяч, но мне нужно знать точно». «О, это тонкая штука», — задумчиво произнес Арне, наполняя рюмку. «Это и в самом деле был Рейн Вейн. И было не совсем понятно, о чем он говорит. О вине или о деле я жду. Они работали с иностранцами, особенно в последнее время», — быстро заговорил Арне. «Их привлекала не только выгода. Просто им надоела та собачья жизнь, которую мы все ведем в этой проклятой стране. Понимаешь, когда у тебя есть миллион, а тем более несколько, но ты не можешь их потратить, это хуже, чем если бы ты сидел вообще без денег». Бигбосс утвердительно кивнул. «Это точно. Хотя в последнее время в этом смысле дышать все-таки стало легче. Можно построить себе роскошную дачу с сауной, теннисным кортом и бассейном, нанять скульпторов и художников, которые увековечат твое изображение, купить приличный заграничный автомобиль. «Ну, конечно, ты прав. Только там такие люди, как мы, можем расправить крылья». «Там вообще не принято спрашивать, откуда у тебя деньги», — поддержал его Арне. «Когда в головах наших ребят созрела мысль о побеге, они сразу решили, если так, то пусть иностранцы расплачиваются с ними исключительно долларами». «Понимаю. Но как потом переправить их за кордон?» «Не спеши. Никто в кубышку валюту класть не собирался. Но если иностранный клиент брал у наших людей красную или черную икру, меха, драгоценную посуду, царские червонцы, которые, как ты знаешь, там, — Арне сделал выразительное движение рукой, — очень высоко ценятся, то он не расплачивался наличными. Зато, когда он приезжал в Союз в следующий раз, то привозил с собой банковскую книжку, в которой аккуратно отмечались поступившие на счета наших ребят суммы. «Но ведь их запросто могли обмануть», — воскликнул Бигбосс. «Иностранец мог взять товар, увезти его с собой, продать там, а потом сделать ручкой. Ищи ветра в поле». «Иностранец тоже рискует многим», — терпеливо объяснял Арне. «Ведь как-никак ему, а не нам надо перебрасывать товар через границу, договариваться с таможней. Во-вторых, услуги он оказывает далеко не бескорыстно. За каждое действие получает определенный процент от прибыли. В-третьих, вся коммерция с иностранцами построена на спекуляции. Мы продаем им товар по цене в десятки раз ниже той, которая существует на Западе. А бизнесмены привыкли ценить стабильность в торговле. Зачем им обманывать нас на сто тысяч, чтобы лишиться источника гарантированного миллионного дохода? К тому же ты знаешь, что стоит иностранцу обмануть нашего представителя в любом из городов Союза, и вход ему в нашу страну навсегда закрыт». «Так», — протянул Стрельцов, «и на счетах каких же банков лежат деньги твоих приятелей? Уж не швейцарских ли?» «Нет, на открытых счетах филиалов американских банков в Финляндии. Кстати, особенность счетов состоит в том, что на них можно сколько угодно класть, но деньги с них может снять лишь владелец, человек, чья внешность и подпись совпадают с образцами, и кто знает банковский пароль». «Если не секрет, и многое им удалось переправить. Одному миллион двести тысяч долларов, другому ровно миллион». «Здорово», — присвистнул Игорь Михайлович. «Если они прочно обоснуются на Западе, то мы не только сможем проторить дорожку в свободный мир для тех, кто туда захочет попасть, но и отказаться от услуг некоторых невмеру жадных посредников. Мы сможем тогда вести свои дела через наших же людей». «Дай вам Бог», — с чувством произнес Игорь Михайлович. Они крепко пожали друг другу руки. Пухлая пачка перекочевала во внутренний карман модной куртки «Арне». Над Гоей Василий бился долго. Но когда работа была закончена, художник никого не решил спозвать посмотреть на свое торжество. С последним ударом кисти по холсту им было совершено преступление, предусмотренное соответствующей статьей Уголовного кодекса РСФСР. Ему мог быть назначен срок лишения свободы до четырех лет. А ведь Биг Босс говорил, что намерен поставить это дело на широкую ногу, тоскливо думал Звенигородский. В этом случае ему грозило от ситка до десяти лет. Аванс Стрельцов прислал Василию в тот же день, когда Хромой забрал у Звенигородского картину, а остальные деньги вручил через неделю. Василий понял, что ему удалось выгодно сбыть Гою и впал в состояние мрачного раскаяния. Леда купила у подруги одежду, обувь, косметику и ходила в совершенном восторге. Она даже приобрела шубу из каракуля. Однако, решив, что каракуль старит ее, тут же продала шубу, потеряв на этой операции 300 рублей. В результате Василию пришлось отказаться от мечты и купить себе катер. Оставшихся денег хватило лишь на ремонт квартиры, переоборудование мастерской и покупку пары финских мужских костюмов. Теперь Лена каждый день щеголяла в обновах. Еще никогда у нее не было столько красивой одежды. Звонок Игоря Михайловича Стрельцова, пригласившего супругов Звенигородских в ресторан поужинать, заставил Лену, уже встречавшуюся, как бы случайно с Биг Боссом, надолго уединиться в спальне перед трюмо с косметическими принадлежностями. В один из солнечных июльских дней оперуполномоченного БХСС Алексея Смирнова вызвал к себе начальник райуправления внутренних дел полковник Гусятинский. «Мне звонили с Петровки 38, просили помочь с кадрами», проговорил Гусятинский. «Что если я предложу им тебя? У тебя неплохой опыт самостоятельной практической работы. Есть хватка, фантазия. Конечно, были и ошибки, чего греха таить». «Один Господь Бог без греха», – шутливо заметил Алексей. Гусятинский строго посмотрел на него поверх отсвечивающих очков. «Хоть ты сейчас и ерничаешь, я все равно буду рекомендовать тебя для работы на Петровке, а уж дальше тебе самому придется показывать все, на что ты способен». Столик в ресторане Стрельцов заказал под пальмой. Он всегда предпочитал сидеть в углу, оттуда отлично просматривался весь ресторан и, главное, к столику невозможно подойти незамеченным. Ему не пришлось долго ждать. Показались супруги Звенигородские. Стрельцов сделал едва заметное движение головой, и к ним кинулся официант. Он провел Лену и Василия прямо к Бигбоссу. Стрельцов внимательно рассматривал Лену. До этого он, проявляя к ней заметный интерес, несколько раз встречался с Звенигородской по незначительным вопросам. «Художнику крупно повезло», – размышлял Игорь Михайлович. «Вряд ли он подозревает, что за сокровища его жена». «Что будем есть?» – осведомился Стрельцов, когда все расселись. «Если можно, Амаров», – мелодичным голосом произнесла Лена. «А мне свиные отбивные», – решительно отозвался Василий. Новый финский костюм удивительно шел ему, плотно облегая фигуру и подчеркивая широкие плечи художника. Судя по всему, Звенигородский знал об этом. «Бифштекс», – отрывисто бросил Бигбосс официанту и отвернулся. «Что будете пить?» – вежливо напомнил официант. «Он знал, что за один этот вечер получит больше, чем за неделю работы, и старался изо всех сил». «Мартини», – Стрельцов обвел взглядом сидевших за столом. «Это всех устраивает?» «Да», – в один голос воскликнули Лена и Василий. «Никогда еще не встречал такого поразительного единодушия между супругами», – улыбнулся Игорь Михайлович. Лена смущенно потупилась. Через пять минут официант возвратился с полным подносом и начал заставлять столик тарелками, бутылками, рюмками и маленькими фарфоровыми плошками с приправами. «Первый тост, как водится, за здоровье нашей прекрасной дамы», – с серьезным видом сказал Стрельцов. «Ведь она и впрямь прекрасна». Они чокнулись, Игорь Михайлович заметил, как зарделась от его слов Лена. Впрочем, он действительно сказал то, что думал. Он заметил также, с каким осуждением посмотрела она на мужа, который залпом опорожнил свою рюмку и тут же налил следующую. «Она не любит, когда мужчина пьет», – мгновенно взял себе на заметку Игорь Михайлович. После очередного тоста за успех в делах все принялись за еду. Игорь Михайлович рассеянно ковырял вилкой свой бифштекс, искоса поглядывая на очаровательную соседку. Ему бросилось в глаза, что она задумчива. Скоро первая бутылка мартини была пуста. Официант принес вторую. Он хорошо знал свое дело. Бигбосс заметил, что от каждой выпитой рюмки лицо Звенигородского все больше краснеет, а жесты становятся развязными. Лена не скрывала своего неодобрительного отношения к поведению мужа, но Василий словно не замечал ее испепеляющих взглядов. Улучив удобный момент, когда рука Звенигородского застыла посередине стола, приготовившись в очередной раз наполнить рюмку, Стрельцов шепнул Лене на ухо. «Хотите потанцевать?» «С удовольствием», — радостно отозвалась она. Бигбосс подвел жену художника к руководителю ресторанного оркестра и спросил ее, «Какую музыку вы больше всего любите?» «Танго», — вздрогнув от восторга, произнесла Лена. Ей еще ни разу в жизни не приходилось заказывать музыку для самой себя. Было уже довольно поздно, когда Игорь Михайлович и Лена вывели пьяного Василия на улицу. Стрельцов отвез своих гостей домой, и пока Василий возился с кодовым замком в подъезде, задержался с Леной на улице. Когда художник, справившись, наконец, с неподатливым замком выглянул из подъезда, чтобы позвать жену, Стрельцов курил, а Лена сосредоточенно чертила носком туфли какие-то фигуры. Проснувшись на следующее утро, Василий с трудом поднялся и прошел в ванную. В голове сильно шумело. Возвратившись в спальню, художник неожиданно увидел на туалетном столике, где у Лены лежала косметика, листок бумаги. Холодея от предчувствия чего-то страшного, прочитал. «Я ушла от тебя. Думаю, что навсегда. Не трудись искать меня. Это совершенно бесполезно. Желаю тебе счастья. Лена». Не в силах произнести ни звука, Василий так застыл с бумажкой в руках. Ему казалось, что все это мистика, дурной сон, злое наваждение, которое непременно рассеется. Дрожащими пальцами Василий набрал рабочий телефон жены, но то, что он услышал, означало конец всяких надежд и упований. Звенигородская уволилась, сообщили ему и повесили трубку. Мозг Василия пронзила страшная догадка. Стрельцов. Он сразу вспомнил все. И счастливое выражение глаз Лены после их очередного танца с Игорем Михайловичем, и полные презрения взгляды, которые она бросала на него, пьяного, и то, как по-хозяйски держал руку на ее талии биг-босс. Василий снова кинулся к телефону и начал названивать Стрельцову. Но странное дело, на другом конце провода никто не брал трубку. Он попробовал дозвониться до Игоря Михайловича еще по двум телефонам, оставленными ему биг-боссом для связи в экстренных случаях, но столь же безуспешно. Тогда Звенигородский наконец понял – его жизненный путь преградила неодолимая стена. Стрельцов не напрасно был столь щедр и предупредителен. Наступил момент, когда он потребовал сполна расплатиться по счетам. Примерно через три недели после разговора с Гусятинским Алексей Смирнов прибыл по вызову на Петровку-38. Там с ним обстоятельно побеседовали, познакомили с людьми, которые должны были стать его коллегами. Словом, ввели в курс дела. Гусятинский настоял на том, чтобы Смирнову устроили нечто вроде прощального вечера. Его поздравили с повышением, пожелали успехов на новом поприще, а Алексей, в свою очередь, горячо поблагодарил собравшихся и выразил надежду, что им еще не раз доведется встретиться. — Мир тесен, — философский заметил на это Гусятинский. Он обвел задумчивым взглядом собравшихся и неожиданно произнес, обращаясь к одному Алексею. — Только не задирай нос. Не думай, что раз ты сотрудник ГУВД Москвы, то царь и бог, и все умеешь. — Он парень хороший, задирать нос не будет. Правда, Алексей? — зашумел молодой следователь райуправления Михаил Хуторный, весельчак и душа компании. — Конечно, — улыбаясь, — произнес Смирнов, — но внутренне он был очень серьезен. Он понимал, что слова Гусятинского произнесены не просто так. Чувствовалось, что за ними скрывается большой житейский опыт, выстраданная мудрость, много повидавшего на своем веку человека. Алексей дал себе клятву не подвести своих товарищей, оказавших ему такое доверие. Василий зря пытался дозвониться до Стрельцова. Еще утром тот вместе с Леной уехал на Валдай, поселившись там в охотничьей избушке. Хотя эту избушку правильнее было бы назвать дворцом. В ней были все городские удобства. Совсем недавно, во времена застоя, она служила одним из мест приема высокопоставленных гостей, приезжавших на Валдай поохотиться. Работа на Петровке с головой захватила Алексея. Ему поручили ведение дела по антиквариату, тем более, что и свои задумки на этот счет у Смирнова имелись. А давнее знакомство с художником Звенигородским давало реальную возможность выйти, если не на главу мафии, то хотя бы на тех, кто стоит рядом. Однажды Алексей шел мимо художественного салона, примыкавшего к комиссионному магазину. К салону то и дело подкатывали автомобили, в основном иностранных марок. Из них выходили элегантно одетые люди и ненадолго исчезали в прохладном полумраке. Почти все они возвращались с упакованными в бумагу картинами. Перед входом в салон стоял мужчина. В застиранных джинсах и не первой свежести рубахи на выпуск. В руках несколько небольших картин. На них были изображены пруд со склонившимися над его сонной гладью деревьями, деревенский лук с коровами, белая церковь с высокой колокольней. На траве перед церковью сидел пастушок с рожком. Алексей закурил и отошел к автобусной остановке, откуда ему хорошо был виден продавец. Это был Василий Звенигородский, но только заросший бородой, нечесанный, весь какой-то опухший. Бог ты мой, поразился Смирнов, как его подкосило. От самоуверенного художника, каким он был всего несколько месяцев тому назад, не осталось и следа. Он явно спивался. Возле Василия остановился пожилой мужчина с внучкой. До следователя донеслись обрывки разговора. Я сам тоже из деревни. Где вы рисовали это? Не рисовал, а писал. Хорошо, хорошо, я понимаю. Мужчина купил картину с церковью и пастушком. Потом к Василию подплыла модно одетая дама лет сорока и приобрела пруд. А еще через минуту Звенигородский расстался и с третьей картиной. Насколько смог понять Смирнов, картины разошлись по 60-70 рублей. Художник разгладил мятые бумажки, для верности пересчитал их и направился к остановке. Алексей поехал в одном автобусе с Василием, предполагая, что тут выйдет у ближайшего винного магазина. И не ошибся. Через две остановки художник выбрался из автобуса, резво поспешил в винный отдел, встал в очередь. Как дела? Приветливо поинтересовался Смирнов, подойдя к Звенигородскому. Нормально, удивился Василий. Узнав Алексея, поинтересовался. Тоже решил в очередь встать. — Хочешь, я тебе возьму? Что тебе надо? — Мне потолковать с тобой надо. — Мужики, я отойду на минутку, — обратился Василий к соседям по очереди. Они отошли и сели на скамейку, стоявшую под деревьями. — Как же ты дошел до жизни такой? — с искренним удивлением спросил Алексей. — А зачем тебе это знать, гражданин начальник? — дурашливо произнес Звенигородский. — Василий, тебе не идет жаргон блатных. Ты же интеллигент, умница, но только сбившийся с пути. Зачем пить-то? — Жена ушла, — просто ответил Василий. — Она ушла к твоему шефу, словно незначай обронил Алексей. — Он увел ее у тебя, да? Василий закашлялся, так что на глазах у него выступили слезы. — Вечно вам, ментам, ты всего есть дело! — с натугой произнес он, и тело его снова потряс жестокий приступ кашля. — Если жена бросила тебя и ушла к шефу, прельстившись на деньги и тряпки, то она никогда не любила тебя по-настоящему. Звенигородский с тоской посмотрел на Смирнова. — Кажется, очередь подходит. Я пойду. Игорь Михайлович понимал, что давно пора возвращаться в город к делам и подчиненным, которые не должны забывать, что у них есть хозяин, но все откладывал отъезд с Валдая. Присутствие прекрасной женщины, полюбившей его со всем пылом страстной и тонкой души, для него было подобно прикосновению к живительному роднику, восстанавливающему утраченные силы и веру в жизнь. Но, наконец, наступил такой момент, когда отъезд больше нельзя было откладывать, и уже к обеду Бигбосс и Лена находились в Москве. Примерно полчаса телефон в его квартире был буквально раскален. Стрельцов, сидя в удобном кресле, выяснял, как выполнялись его задания, давил и приказывал, благодарил и распекал. Наконец он смог вытереть пот со лба и положить трубку. — Лена, принеси шотландского виски со льдом! — крикнул он подружке, готовившей обед на кухне, и включил телевизор. Звук был слишком громкий, и Стрельцов с трудом расслышал очередной телефонный звонок. Чертыхаясь, он приглушил громкость и взял трубку. — Игорь Михайлович? — голос был глухой, сдавленный, но Стрельцов узнал его. Звонил Звенигородский. Биг Босс хотел позвонить Василию, для художника появилась кое-какая работа, но потом рассудил, что в создавшемся двусмысленном положении лучше подождать, пока Василий объявится сам. — Приезжай ко мне, у меня есть для тебя дело, — власно приказал Стрельцов. В ответ он услышал странные звуки. Казалось, Василий с трудом сдерживает подступающие к горлу рыдания. — Делай, как я тебе сказал, — нетерпеливо воскликнул Биг Босс и тут же вызвал Хромова. С художником следовало быть предельно осторожным. Черт их знает этих психопатых-интеллектуалов. Войдя в подъезд, Василий внезапно почувствовал, как бешено колотится сердце, и с трудом дотянулся рукой до кнопки вызова лифта. Когда лифт доставил его на нужный этаж, художник, вместо того, чтобы выйти из кабины, вдруг нажал на первую попавшуюся кнопку, потом на другую, потом на какую-то еще, пока, наконец, не очутился на первом этаже. Дверцы лифта медленно раскрылись, и Василий увидел, что на него с осуждением смотрит старушка в вязаной кофте. — На вид интеллигент, а как дитё какое на лифте катается! — возмущенно отчитала она Звенигородского. Художник пролепетал жалкие слова извинения и выскользнул из кабины. — Как же я смогу в таком состоянии разговаривать со Стрельцовым? — с отчаянием думал он, прижав руку к пылающему лбу. Он вышел на улицу и прислонился спиной к дереву. — Проходившая мимо женщина с авоськой, полный пустых бутылок из-под вина, неодобрительно посмотрела на Василия. — Интересно устроен мир, — остывая, думал художник. — Она приняла меня за алкоголика и за это презирает, а между тем сама кормится тем, что собирает пустые бутылки, которые оставляют ей алкаши. Скосев глаза, Василий увидел, что по дорожке вслед за женщиной идет молодая пара. Он высокий плечистый парень со светлыми волосами в модных варенках, она — стройная брюнетка в белоснежных блузе и юбке, не скрывающие длинных ног, покрытых ровным шоколадным загаром. Звенигородский с завистью проводил их взглядом, таких молодых счастливых. В следующую секунду он неожиданно почувствовал прилив ярости. Когда-то и они с Леной были точно такой же счастливой парой, но из-за этого Игоря Михайловича все лопнуло, как мыльный пузырь. Несколько мгновений спустя он уже стоял перед дверью квартиры Стрельцова и действительно был готов на все. Биг Босс встретил Василия с безмятежным спокойствием. За его спиной стоял хромой. Лены не было видно вообще. Наконец, словно спохватившись, Стрельцов жестом пригласил Василия пройти в гостиную. Там все трое уселись в глубокие старинные кресла красного дерева и снова принялись молча рассматривать друг друга. «Хочешь сигару?» – предложил друг Биг Босс, протягивая художнику изящный деревянный ящичек. «Американские. Лучший флоридский табак». Звенигородский взял сигару, хромой поднес зажигалку. Втянув в себя слишком много дыма, Василий натужно закашлялся под насмешливым взглядом Стрельцова. «Хочешь подзаработать?» – спросил Стрельцов. «Смотря как заплатят», – посмотрел прямо в глаза Игорю Михайловичу художник. Он заметил, как заиграл желваками Стрельцов и как напрягся в кресле хромой. Они явно не ожидали, что он будет говорить таким тоном. «Надо сделать копии с нескольких работ Константина Коровина и Давида Бурлюка». «Друга Маяковского?» – решил уязвить Василия безграмотного, по его мнению, бигбосса. «Да, и приятеля Родченко», – неприязненно глядя на Звенигородского, отозвался тот. «Идем». Он провел Василия в комнату, служившую чем-то вроде склада, и одновременно зала для продажи. Сейчас стены этой комнаты были почти пусты. На них висели лишь три этюда Бурлюка и два пейзажа Коровина. А ведь всего несколько недель тому назад Василий видел здесь первоклассные работы Сурикова, Крамского, Репина, Сарьяна, Машкова. Где-то они теперь. Художник снял со стены один из пейзажей Коровина и начал внимательно осматривать его в свете лампы. Это был настоящий Коровин. Не подделка. Редкость по нынешним временам. И теперь Василию предстояло пополнить легион подделок этого замечательного мастера еще двумя. Впрочем, если бы сам Коровин увидел, в каких условиях я живу, то не осудил бы меня, подумал он, а вслух заметил. Работа предстоит нелегкая. Поэтому самое справедливое – это по две тысячи за каждую копию, плюс две тысячи на кисти, краски и холсты. Не знал, что кисти и краски стоят так дорого, едко заметил Стрельцов. Впрочем, срок у тебя двадцать дней. Сейчас Хромой отвезет картины к тебе на квартиру. А мы пока потрепимся. Но у него же нет ключа от моей квартиры, удивился Василий. Как это? В свою очередь изумился Стрельцов. Ну-ка, продемонстрируй. Хромой извлек из заднего кармана внушительную связку и, присмотревшись, протянул Василию нужный ключ. Василий, ты очень бойкий молодой человек, задумчиво произнес Стрельцов. Но ведь уже через неделю после того, как ты начал сотрудничать со мной, у Хромого появились ключи от твоей квартиры. Потом он целых два месяца докладывал мне наиболее интересные места из твоих телефонных разговоров. Так что не советую рыпаться. Энергично закончил он. Значит, вы в душе смеялись, когда я горечился, требуя хорошей оплаты за свою работу? Медленно проговорил Василий. Нет, я рациональный человек, и знаю, что если мужчина хочет покорить женщину, он должен быть достаточно богат. Но во всем остальном я придерживаюсь принципа «нет человека – нет проблем». «Зачем вы мне это сказали?» Спросил Василий. Он ненавидел себя в эту минуту и за подбострастное «вы» и за то, что его губы сами собой растягивались в заискивающую улыбку. «Теперь ты будешь предан мне из страха. А это лучше, чем преданность ради выгоды или по убеждению?» Не задумываясь, ответил Стрельцов. «Убеждения меняются, выгода понятия непостоянная, а страх не проходит никогда». Бигбосс сделал знак хромому, и тот, подхватив картины, оставил их одних. «Захочет ли Лена вернуться к тебе? Зависит от нее самой», – сухо заявил Стрельцов, когда дверь захлопнулась. Звенигородский отчетливо услышал, как застучало его сердце, словно пойманный зверек, бьющийся всем телом о железные прутья клетки. «Сейчас она войдет сюда, и ты сможешь обо всем с ней переговорить». Ожидание было тягостно-томительным. Когда он почувствовал, что еще минутой сойдет с ума, Лена неслышно вошла в комнату. Василий бросился к ней, но она даже не шелохнулась. «Как ты живешь?» – выдавил из себя художник. От волнения он сильно охрип. «Нормально», – пожала плечами его жена. «Мне так тебе не хватало», – продолжал Звенигородский. «Одному Богу известно, как сильно я люблю тебя». «А я не люблю и никогда не любила ничтожество», – вдруг громко выкрикнула Лена. «Я притворялась и только. Ты не мужчина, а нищий, ни к чему не годный пьяница. А теперь убирайся». Она повернулась, намереваясь выйти из комнаты. Неожиданно Василий шагнул к жене и, схватив ее в охапку, крепко прижал к себе. Так крепко, что она даже застонала. Открыв ногой дверь, он выбежал в прихожую и, по-прежнему, не отпуская отчаянно вырывавшуюся из его объятий Лену, принялся отпирать замки входной двери. Последнее, что помнил Василий, – это побледневшее лицо Стрельцова. Пустынную темную улицу, по которой убегала от него Лена, ее раздиравший уши крик. «Я никогда не любила тебя, никогда!» Колени Василия безвольно подогнулись, и он неловко рухнул на асфальт. Игорь Михайлович довольно улыбался. Только что ему позвонили пес и старый, сообщив, что операция прошла так, как было задумано. Правда, пришлось убрать старика-сторожа, но разве кто-нибудь догадается, что это сделали люди Биг Босса? Наоборот, милиция должна придерживаться версии, что сторож сам был в сговоре с похитителями и погиб из-за споров по поводу раздела добычи. Как ни странно, в этих рассуждениях была своя правда. Идею ограбить церковь Игорю Михайловичу действительно подал один из сменных сторожей. Сначала Стрельцов не хотел и слышать об этом. Он знал, что церкви стали гораздо лучше охраняться, и что наиболее ценные предметы священники стараются держать в архиепископских хранилищах, извлекая их оттуда только во время больших церковных праздников. Но сторож-наводчик, напарник, убитого псом и старым, развеял все сомнения Биг Босса. Во-первых, он точно описал все, что находится в церкви, и Игорь Михайлович понял, что Париж стоит мессы. Во-вторых, выяснилось, что вся система охраны состоит из двух сторожей – его, Сергея, и совсем дряхлого коллеги. Стрельцов подумал и дал добро. Но убийство – это в любом случае неприятно и опасно, думал он теперь. Милиция проявляет к ним особый интерес, независимо от личности убитого. Ей нетрудно вычислить круг причастных к преступлению. А если посильнее нажмет на наводчика, он расколется, как гнилой орех. От этой мысли у Стрельцова сжались кулаки, а лицо перекосилось. Выгодное дело на глазах грозило превратиться в большую неприятность. Очевидно, оставался единственный выход – убрать наводчика, свидетеля. Игорь Михайлович приказал псу и старому прибыть к нему для доклада. Пес Антон Савельев – худощавый, быстроглазый, с фиксой во рту, и старый Николай Галенко – крепкий, с пудовыми кулаками, грузный мужчина неопределенного возраста – заявились лишь под вечер. Они были изрядно навеселе, но изо всех сил старались держаться молодцами. Игорь Михайлович недовольно нахмурился. Рассказывайте все по порядку, ничего не пропуская. Как в милиции? – ухмыльнулся пес. Я слушаю. Лединым голосом проговорил Биг Босс. Ну, значит, взяли мы ключи, которые нам Сергей оставил, и ровно в час потихоньку открыли дверь, зажгли фонарь, стали высматривать иконы. Видно, было очень плохо. Потом начали сдирать их со стен. Сигнализации не заметили? – Какая там сигнализация? – пренебрежительно махнул рукой старый. – Вся церковь наладан, дышит. Дальше. – Потом я сложил самые ценные иконы у стены, – продолжил пес. – А старый в это время сходил за ломом и кувалдой, которые Сергей оставил нам у входа, под доской. Ведь, по его словам, выходило, что в церкви замурованы большие сокровища. Но мы так и не нашли ничего. – Совсем ничего? – переспросил Стрельцов. Пес и старый переглянулись. После непродолжительного молчания старый заговорил. – Вас не обманешь. Нашли два рыжих пятерублевика, но уже их загнали и пропили. – Молодцы, – с иронией произнес Бигбосс. – Дальше. – Потом мы сняли подсвечники, положили их в мешок. Они, черт бы их побрал, тяжелые, все ноги отбили, пока их тащили. – А как вы сторожа убили? – процедил сквозь зубы Стрельцов. – Старый понял, что придется рассказывать действительно все. Серега сказал, что его сменщик – дряхлая развалина. Неуверенно начал Старый, оглядываясь на пса. – Алкаш, и что он его подпоит, чтобы тот всю ночь дрыхнул. Но он почему-то приполз в церковь и наткнулся на... – На меня, – быстро сказал пес. – Я стоял у входа. Пришлось погладить его ломом по голове. – Последние слова он произнес неуверенным голосом, почему-то уставившись в пол. – Сторож мертв? – раздельно произнес Игорь Михайлович. – Мне показалось, что он уже не дышал. – Совсем тихо отозвался пес. – Пристрелю, как собак! – в бешенстве закричал Биг Босс. – Вы меня знаете. Старик мертв? – Я его стукнул по голове, только два раза, – поникнув, объяснил пес. – Вот секунду кто-то начал стучаться в главную дверь. – Заметил Старый. – Нам пришлось быстро подхватить то, что мы успели прибрать и сматываться. У Стрельцова внутри все клокотало. Он видел целую цепь ошибок, которые допустили его подчиненные, и которые могли стать началом его конца. Какой же он дурак, что поручил столь ответственную и деликатную операцию этим двум безмозглым тупицам. Но Биг Босс знал, что нельзя в присутствии подчиненных высказывать свои чувства, поэтому он как можно более спокойно произнес. – Все, что вы взяли, отвезете на мою дачу. Поедете на частники, ищите такого, чтобы не трепался. Таксист для этой цели не подойдет. – Денег вы от меня сейчас никаких не получите. Заметив, как насупились при этих словах бандиты, Стрельцов перешел на яростный шепот. – Вы будете жить только в том случае, если оба свидетеля, оба, и Старик, и Сергей, будут мертвы. Но если хотя бы один из них останется жив, тогда… – Мы поняли, – забрамотал пес. – Все сделаем в лучшем виде. Они попятились к выходу. – Сколько вам пришлось заплатить Сергею? – настиг их на пороге властный голос Игоря Михайловича. – Полтора куска. – Получите втрое больше каждый, если все закончится успешно. – Брысь! – Да, это я неохотно поднял трубку Смирнов. – А это вы, Станислав Григорьевич? – оживился он. – Да, конечно, обязательно. – Нет, еще нет. Вот и я так говорю. Стараюсь изо всех сил. – Спасибо. – До свидания. Алексей положил трубку на рычаг и с тоской посмотрел на большие настенные часы. Казалось, стрелка медленнее обычно уползла по циферблату, никак не желая приблизиться к заветной цифре шесть. Константин Гусев, сосед Смирнова по кабинету, с сочувствием смотрел на него. Он понимал, как должен чувствовать себя человек, у которого что-то не получается. Сам не раз находился в таком же положении. – Может быть, я могу помочь? – негромко спросил он. – Спасибо. – Десять. Хорошо? – По вашему приказанию прибыл. – Молодцевато представился Смирнов, войдя в кабинет Дергушина. – Молодец. В армии, наверное, был лучшим строевиком части. – Одобрил его выправку, стоявший у окна Дергушин. – Вы ведь не для того меня вызвали сюда, чтобы расспрашивать об армейской службе. – Сам положил голову на плаху Смирнов. – Вас, наверное, интересует, как идет розыск по делу об ограблении церкви и связанных с этим убийствах? – К сожалению, пока результатов нет. – Почему? – Не знаю, – честно признался оперативник. – Место происшествия, церковь и прилегающую территорию тщательно осмотрели, обнаружили следы от автомобиля Жигули. Специалисты все сфотографировали в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. – Ох уж эти специалисты, – покачал головой Дергушин. – Ну, и каковы результаты? – Нулевые. – Жалко. Свидетели, очевидцы. В час ночи ограбление и убийство состоялось в это время. Поблизости никого не оказалось. Конечно, мы опросили всех, кого только можно. Но дело в том, что это место глухое. Рядом с церковью кладбище. – Да, задачка не из легких. Прямо для комиссара Мегрея. – В этом ограблении вообще что-то слишком уж много странностей. – В упор посмотрел на начальника следственного отдела Смирнов. – Оба сторожа мертвы. Один скончался дома от сердечного приступа, а тело второго пока не найдено. Тщательная проверка всех антикварных магазинов ничего не дала. Ни в них, ни около не было зарегистрировано ни одной попытки продать награбленные в церкви вещи. Мне кажется, что преступников направляла опытная рука. А все награбленное уйдет по надежным каналам, минуя комиссионки и мелких жучков. – Выходит, мафия? Дергушин взял со стола свежий номер правды и неожиданно объявил. – Сегодня наши играют с поляками. Товарищеская встреча. Как ты думаешь, кто победит? Заметив, что Алексей помрачнел, Дергушин рассмеялся. – Думаешь, я не знаю, какие мысли бродят у тебя в голове. Во-первых, висит нераскрытое преступление. Во-вторых, начальство непонятно почему начинает шутить в самый неподходящий момент. И в-третьих, если я не раскрою преступление вовремя, оно же первым устроит мне разнос. – Все в десятку? – То-то же. Но разносов я устраивать не собираюсь, а вот профессиональным секретом поделиться могу. Когда у меня самого не получается что-то, я стараюсь отвлечься, расслабиться. И нет для меня лучшего средства, чем футбол. Алексей криво улыбнулся, вспомнив рассказы сослуживцев о футбольных подвигах молодого Дергушина, которому удавалось одним метким ударом под занавес матча спасти безнадежно проигрываемую встречу или вырвать победу команде футболистов центрального аппарата МВД. Так что постарайся не пропустить этот матч, а еще лучше сам сходи на стадион и погоняй мяч с ребятами. Вытащив из сейфа красную папку, Дергушин некоторое время внимательно вчитывался во вложенные в нее машинописные листки. Потом удовлетворенно хмыкнул и повернулся к Алексею. «Ты еще у Гусятинского начал разрабатывать версию о существовании в Москве на базе антикварного комиссионного магазина группы, занимающейся торговлей предметами старины и искусства. Далеко ли продвинулся?» Могу доложить, такая группа существует. Комиссионный магазин – одна из сфер ее влияния. В организации есть добытчики вещей, которые следят за состоянием частных коллекций, обхаживают родственников престарелых художников, ездят по деревням, скупая там иконы, утварь, старинную мебель, регулярно околачиваются возле комиссионных магазинов в ожидании интересных вещей. Существуют и те, кто финансирует все эти покупки, хранит добычу и регулярно докладывает о результатах работы шефу, стоящему во главе пирамиды. Ему подчиняются и боевики, которые держат в страхе остальных членов организации, следят за тем, чтобы те не уловчили, расправляются с неугодными свидетелями, охраняют шефа и выполняют особо сложные задания. Думаю, убийство сторожей церкви – их рук дело. Считаю также, что у этой группы должно быть еще одно самое важное направление – продажа антиквариата картин за рубеж. Здесь у нас сведения самые скудные. «Я слышал, жена у тебя, красавица!» – неожиданно спросил Дергушин. Алексей знал о его манере переключаться на вопросы, никоим образом не относящиеся к теме основной беседы, но тем не менее смутился. «Мне нравится». «И прекрасно», – бодро заключил Дергушин. «Вот и займись ею. Своди в кино, в театр, съезди за город, глядишь на досуге что-нибудь и надумаешь, возьми отгул и употреби его с пользой». Начальник отдела помолчал, потом продолжил. «Если у тебя сложится какая-то концепция, дадим тебе помощников. А сейчас иди домой. Может быть, успеешь на второй тайм». Игорь Михайлович посмотрел на часы. Он приехал даже немного раньше. Несколько минут спустя за деревьями разлился яркий свет автомобильных фар и перед Волгой и Стрельцова остановился серо-стальной Мерседес. Из него вышел седоватый мужчина средних лет, смолодивший его короткой прической. «Надеюсь, Игорь Михайлович, в этот раз вы привезли мне стоящие вещи», – бойко затраторил он заметным акцентом. «В прошлый раз я с трудом расстался с вашим хламом». «Смотрите», – Стрельцов полез внутрь машины и извлек оттуда завернутые в простыню картины. «Это два полотна Левицкого плюс Боровиковский и Рокотов. Насчет Рокотова сразу оговорюсь. Это может быть кто-то из его учеников. Однако, – усмехнулся Бигбосс, – зная вашу конъюнктуру, Роберт, я уверен, что и эта вещь без труда найдет своего покупателя». «Вы неплохо осведомлены», – процедил сквозь зубы иностранец, внимательно разглядывая полотна. Он даже вытащил из своей машины мощную лампу, присоединенную к автомобильному генератору. Наконец, осмотр закончился, и Роберт заглушил мотор. «Сколько хотите за все?» «Из расчета 110 тысяч». «Но позвольте, ведь ваш Рокотов сомнителен. О каких 110 тысячах может идти речь?» «Хорошо, пусть будет ровно сто, но больше я не уступлю ни цента». «По рукам я привез коробку Мальбора, ящик сигар, три коробки шотландского виски, две швейцарского шоколада, коробку с женскими колготками, бижутерией, косметикой, плюс две большие коробки с одеждой, в соответствии с тем списком, который вы мне дали в прошлый раз. «Замечу, что норковая шуба стоила очень дорого». «Черт с ней. Сколько удалось положить на мой счет?» «Вот», – протянул Роберт Стрельцову плотную маленькую книжечку в глянцевой обложке с выдавленной золотой эмблемой «Интермаритаймбанк». Игорь Михайлович нетерпеливо раскрыл книжечку, и выражение ожидания на его лице сменилось гримасой крайней разочарованности. «Здесь всего 20 тысяч». «Что поделаешь, бурс доллара по отношению к франку упал. Много денег пришлось потратить на багет. Без него я бы не смог продать картины. Вот счет», – Роберт протянул Стрельцову фирменный бланк магазина со столбцом цифр. Тот взял его, закурил и пламенем зажигалки поджег листочек. «Спорить не буду. Но мой вам совет – не наглеть. Поймите, вы в чужой стране». Роберт скорчил кислую мину, как будто проглотил что-то несъедобное. «Ну и шуточки у вас, Игорь Михайлович». Вечером в квартире Звенигородского зазванил телефон. «Вас беспокоит Алексей Смирнов», – услышал художник. «Мне хотелось бы встретиться с вами». «А что случилось?» – заволновался Василий. «Да просто у меня во время работы возникли некоторые вопросы, в которых вы, как художник, могли бы помочь мне разобраться», – старался успокоить его Алексей. «Я же почти полный профан в области искусства». «Можно я подумаю, а потом вам перезвоню?» «Разумеется», – Смирнов продиктовал свой номер телефона. Зрелище автомобильной погони, устроенной за героем видеофильма, настолько увлекло Игоря Михайловича, что он не услышал звонка в дверь. Наконец настойчивая трель привлекла его внимание. «Здравствуйте, Игорь Михайлович», – первым приветствовал его гость. «О, Соколов! Очень рад вас видеть», – расплылся в широкой улыбке Стрельцов. «Чувствуйте себя как дома». Он пододвинул гостю в бар на колесиках. «Виски, Олег Михайлович?» «Пойдет». «Как ваша работа?» – осведомился Стрельцов, доверху наполняя стакан гостя. Себе он налил лишь на два пальца и бросил два кубика льда. «Как ваши гонорары?» «Какая там работа?» Соколов от досады и огорчения даже махнул рукой. «Какие там гонорары? Сейчас же всем порезали ставки. А чтобы угодить редакторам, приходится чуть ли не по пять раз мотаться на объект». «И все-таки вам грех жаловаться на судьбу», – заметил Стрельцов, снова подливая виски гостю. «Обладая я хотя бы толикой ваших талантов, я был бы уже счастлив». «Вы и так неплохо живете». «Согласен», – не стал возражать Бигбосс. «Но каким трудом мне это досталось? А главное, почему вы не спросите меня, нравится мне или нет моя работа?» «Да нет же, совсем не нравится». Они чокнулись. Достав из кармана носовой платок, Соколов вытер потное лицо, щедро намазал икру на хлеб. Прожевав, предложил. «Давай на ты, Игорь. К чему лишней церемонии?» «Нет проблем, Олег», – с трудом скрывая брезгливость, ответил Стрельцов. «Нет проблем». «Ну и лады». Подзаправился. «Теперь бы для души чего. Фильмы с девочками у тебя есть?» Стрельцов улыбнулся, подошел к шкафчику с видеокассетами. «Для хорошего человека у меня есть все». У фотокорреспондента «ЭПН» Олега Соколова не было ни жены, ни родственников. Его родители погибли в годы войны. Олег воспитывался в детском доме под Смоленском и, окончив факультет журналистики МГУ, стал работать в молодежной газете. Лучше всего ему удавались репортажи о передовых предприятиях, очерки о процветающих подмосковных колхозах и фотопортреты ударников труда. Но с изменением облика газеты, вызванного перестройкой, Соколов почувствовал себя как-то неуютно при новом руководстве и, переговорив со знакомыми ребятами, перешел в «ЭПН», уступив место своему стажеру. Старательный, исполнительный, хотя и несколько однообразный в своих фотографических приемах, репортер хорошо зарекомендовал себя на новом месте. А когда он привез большой репортаж о нынешнем дне Саяно-Шушенской ГЭС, ему неожиданно оформили краткосрочную командировку в Мали. И хотя африканский репортаж Соколова был не из лучших, ему удалось оттеснить своих коллег на задний план и попасть в число счастливчиков, совершающих кругосветное плавание с экипажем научного гидрографического судна «Академик Петров». Со Стрельцовым Олег познакомился, когда пришел в комиссионный магазин сдавать купленные во время стоянки в Сингапуре чистые видеокассеты. Игорь Михайлович, оказавшийся возле магазина совершенно случайно, машинально остановил наметанный глаз на фигуре чем-то похожего на него самого мужчины. Те же сутулаватость, рост, короткая шея, отчего голова кажется втянутой в плечи. У него зародилась смутная мысль, что этот человек может быть ему полезен. Стрельцов сделал знак неотступно следовавшему за ним хромому, и тот мгновенно купил у Соколова видеокассеты, заплатив за них в полтора раза больше, чем можно было получить при продаже через комиссионный магазин. Наблюдавший все это время за Соколовым Стрельцов, решил представиться ему, и они обменялись телефонами. После просмотра порнофильмов Соколов уговорил Стрельцова сходить к нему домой, посмотреть привезенный из недавней поездки в Италию альбом с репродукциями картин Пикассо. «Только захвати что-нибудь выпить», – попросил Олег, «а то у меня дома совсем ничего не осталось». Достав из книжного шкафа роскошно оформленный альбом швейцарского издательства «Скира», Соколов вопросительно посмотрел на Стрельцова. Тот спохватился и вытащил из кармана миниатюрную бутылочку английского джина. «Такие нам давали в самолете», – удовлетворенно кивнул Олег Михайлович и, отпив чуть больше половины, вернул бутылочку Бигбоссу. Через несколько минут, с трудом подавив зевок, Соколов произнес, «Ты посмотри пока альбом, а я немного полежу». Еще через несколько минут Бигбосс услышал громкий храп Соколова и, не таясь, вошел в его спальню, служившую одновременно кабинетом. Укрыв Олега Михайловича пледом, он кинулся к его столу. Там в полном беспорядке лежали листки бумаги с машинописным текстом, текстовки к фотографиям и сами фотографии, пустые и заправленные кассеты с фотопленкой, тюбики засохшего клея, старые газеты и журналы. Телефонный справочник АПН с грифом для служебного пользования он нашел в среднем ящике под грудой журналов на испанском языке. Записную книжку с телефонами и блокнот Соколова, в которой фотокорреспондент заносил текущее поручение, Бигбосс отыскал в верхнем, под пачками сигарет. Достав миниатюрный фотоаппарат, Стрельцов начал быстро фотографировать телефонный справочник страницу за страницей. На это ушло семь минут. Во внутреннем кармане пиджака Соколова он неожиданно обнаружил служебное удостоверение агентства, членский билет Союза журналистов Советского Союза и паспорт заснял и их. Поправив на спящем плед, Бигбосс осторожно захлопнул за собой дверь. На дачу к Лене он собирался утром, но теперь передумал и решил ехать немедленно. Для Лены мое появление будет сюрпризом, думал он, прибавляя газу. И вообще приятно, черт побери, и знать, что твои труды будут вознаграждены. Лена уже спала. Впрочем, это даже к лучшему, рассудил Игорь Михайлович, осторожно пробираясь в самую дальнюю комнату, где у него хранился портативный аппарат для проявки фотопленки, полученный вместе с миниатюрным фотоаппаратом от Роберта. Бигбосс вставил фотопленку в аппарат, закурил и стал ждать. Спустя некоторое время влажные снимки лежали у него на столе. Стрельцов поставил аппарат обратно в потайное отделение старого платяного шкафа. Запершись в своем кабинете, он принялся изучать снимки. Книжки Соколова были в основном записи, типа «Не забыть снести белье в прачечную, зайти к такому-то, взять у него то-то, встретиться с тем-то для съемок материала» и так далее. Бигбосс недовольно поморщился, чтобы выудить из этого мусора крупицы полезной информации, надо быть очень удачливым человеком. Он решил перейти к изучению телефонного справочника и принялся методично переписывать в свою записную книжку фамилии и имена. Отныне Игорю Михайловичу предстояло хотя бы в общих чертах изучить привычки и характеры, манеру поведения и разговора этих пока еще незнакомых ему людей. Покончив с этой процедурой, он снова взял в руки фотокопии страниц дневника и записной книжки Соколова. Теперь читать их стало гораздо интереснее. На основании записей фотокорреспондента Стрельцов старался воочию представить себе людей, с которыми тот встречался по служебным делам. В отдельный список он занес фамилии тех, с кем Олег Михайлович имел наиболее тесные контакты. В лесу было довольно прохладно. Игорь Михайлович закурил, но тут же с отвращением почувствовал, что сигареты за какие-то десять минут успели отсыреть и затоптал окурок. Он подошел к машине и включил магнитофон. Мощные звуки голоса американской поп-звезды Мадонны далеко разносились по сумрачному лесу. «Что-то не похоже на Роберта», подумал Биг Босс, бросив взгляд на часы. «Он всегда пунктуален». Наконец, за деревьями показал свет автомобильных фар. Остановившись в нескольких метрах от стрельцовской Волги, Роберт почему-то не спешил вылезать из своего Мерседеса. «Какая муха его укусила», недоумевал Игорь Михайлович. «Добрый вечер», — приветствовал он Роберта, подойдя к его машине. Тот промолчал. Биг Босс пожал плечами и сел на переднее сидение. На лице Роберта появилось выражение крайней брезгливости. Он даже отодвинулся от Игоря Михайловича. После продолжительного умолчания, наконец, прошипел. «Я вам несказанно благодарен за рок этого Левицкого и Боровиковского». Он злился, и от этого акцент чувствовался сильнее обычного. «В чем дело?» — резко спросил стрельцов. Он понял Роберта, но решил разыграть праведный гнев. «Вы обманули меня, а так деловые люди не поступают. На Западе не принято обманывать партнера», — закричал Роберт. «Вы продали мне поддельные картины. Я отказываюсь вести с вами какие-либо дела. Обманывайте других». «Вы хоть что-то мне привезли на этот раз?» — спокойно спросил стрельцов. Роберт протянул Игорю Михайловичу банковскую книжку. «Ваш счет вырос на шесть тысяч девятьсот долларов». «Шесть тысяч девятьсот?» — эхом откликнулся стрельцов. «Но ведь мы договаривались о значительно большей сумме». «Из расчета, что вы продаете мне подлинники», — саркастически заметил Роберт. «Я не пожалел денег на багет. Заказал рамки, характерные как раз для картин этого периода. И договорился с покупателем. Он пришел ко мне в сопровождении своего эксперта. И первое, что сказал эксперт, — это то, что все картины поддельные». «На глазах рушилась моя репутация честного человека, которая создавалась годами и...» «Ну и чем же все это кончилось?» — нетерпеливо перебил излияние дипломата Игорь Михайлович. «Я был вынужден буквально за бесценок уступить картины одному итальянцу. Он вознамерился устроить на родине небольшую галерею». Пожал плечами Роберт. «В заключении я хочу дать вам один совет. Помнится, вы как-то говорили со мной о желании совершить прыжок на запад, то есть переехать на постоянное жительство в Европу. Тогда я поддержал вашу идею и даже пообещал за вас похлопотать. Но теперь вижу, вам ни в коем случае нельзя этого делать. Вы не приспособлены к нашей жизни. Ваш удел — быть российским жуликоватым дельцом». Роберт захрипел. Стрельцов неожиданно вцепился ему в горло. Этот мерзавец высокомерно посоветовал ему забыть о своей мечте переехать за границу. Мечте, под знаком которой Биг Босс провел последние дни и месяцы своей жизни, и которая с течением времени становилась все более и более реальной. Собрав последние силы, Роберт прохрипел. «Вам не позволят!» «Что не позволят?» Удивился Стрельцов, слегка ослабив хватку. «Не позволят убить меня! В посольстве осведомлены о времени и месте нашей встречи. Если я не вернусь к назначенному сроку, посол немедленно свяжется с компетентными органами. Более того, в этом случае они получат ваш фотопортрет и отпечатки пальцев». Стрельцов отпустил иностранца, дав ему отдышаться. «Вы по-прежнему не хотите иметь со мной дело?» «Я же сказал!» – загоречился Роберт. «Между нами все кончено! Разве это не ясно?» Но в его тоне опытное ухо Игоря Михайловича уловило фальшивые нотки, и он не замедлил забросить наживку. «А зря! Как раз сейчас у меня появились действительно интересные вещи. Но, конечно, вольному воля!» Он вылез из Мерседеса и шагнул к своей машине. Голос Роберта заставил его остановиться. «Если это действительно любопытные вещи, я, быть может, возьму на себя в последний раз бремя оказать вам услугу!» «Сукин сын!» – думал Стрельцов, подводя Роберта к багажнику своей машины. «Сколько же он положил себе в карман, распродав мои, пусть даже поддельные картины?» «Это Сергей Радонежский», – пояснил Игорь Михайлович, указывая на первую икону. «Герой борьбы с татарами, можно сказать, национальный святой». «Время. Где написаны?» «Манера письма Ярославская. Написана приблизительно в середине 17 века». «В середине?» – недоверчиво переспросил Роберт. «Так сказал мне эксперт», – вспылил Биг Босс. «Кто он?» «Искусствовед из Третьяковки». «Хорошо, проверю. Показывайте дальше». «Илья Пророк, тоже из Ярославля, конец 17 века. По русским поверьям, этот святой был, как бы вам понятнее, ответственным за гром, молнию и дождь. «Когда-то из России привозили иконы 14-15 веков», – заметил Роберт. «А сейчас радуются какой-то завалящей доске гораздо более позднего периода. А это, насколько я понимаю, спас с клеймами». «Вашей эрудиции можно только позавидовать. И обратите внимание, в каком он состоянии. Вам не придется тратиться на реставрацию. К тому же иконам не требуется багет». «150 тысяч», – произнес он после тяжкого раздумья. «Хорошо», – рассмеялся Стрельцов. «Только не забудьте привезти мне каталог». «Не надо делать удивленные глаза. Мне прекрасно известно, что когда на Западе продается крупная коллекция старинных вещей, обязательно издается подробный каталог с примерными ценами». «Все знает, стервец», – с ненавистью подумал Роберт. «Вы привезли мне анаболические стероиды?» – требователем голосом спросил Стрельцов. «Учтите, в моей стране они подобны наркотикам, объявленные вне закона. Мне пришлось обращаться к знакомым врачам». «Вы привезли и таблетки, и ампулы?» – перебил Биг Босс. «Он терпеть не мог, когда этот нахал под любым предлогом пытался набивать цену». «Да, к каждой ампуле прилагается одноразовый шприц. Предупредите тех, кому будете сбывать эту продукцию. Необходимо тщательно соблюдать все правила гигиены, иначе на месте уколов образуются фурункулы и долго незаживающие язвы». «Бесполезно», – махнул рукой Стрельцов. «В нашей стране и руки-то перед едой моют не все. Протеин привезли?» «Две коробки. В сумме все это стоит тридцать тысяч. Двадцать пять. Двадцать семь». Биг Босс хитро посмотрел на Роберта. «А вы, оказывается, живя у нас в России и торговаться научились по-русски. С волками жить, как инфекция, ничего не стоит заразиться», – вздохнул тот. «Кстати, куда вам столько анаболиков и белка? Все хотят выглядеть, как Арнольд Шварценеггер. И мужчины, и женщины. А что-нибудь удалось сделать с помощью фотоаппарата?» «Не знаю, что и сказать», – промямлил Игорь Михайлович. «Скажите, как есть», – отрывисто произнес Роберт. «Конкретно ничего. Пока. Но я навел мосты в агентство печати новости». «На кого вы вышли?» «Председатель управления и начальник управления кадров?» – едко осведомился Роберт. «Выбор у меня большой», – не принял его иронии Биг Босс. «Несколько главных редакторов, их замы и секретарши, множество рядовых журналистов». «Так-так», – медленно проговорил Роберт. «А какой характер носят эти контакты? Деловой? Личный?» «И так и эдак. Больше, конечно, я общаюсь с АПНовцами по служебным делам. Но одновременно эти люди бывают у меня в гостях. Я тоже наношу им ответные визиты. Мы встречаемся на премьерах модных фильмов, видимся на нашумевших выставках. Многим я помогаю в приобретении дефицитных товаров. А уж вы-то понимаете, как высокоподобные услуги ценятся в нашей нищей стране». «Это я понимаю. А скажите-ка, Стрельцов, какие служебные дела могут быть у вас с АПН?» «Не доверяете», – констатировал Игорь Михайлович, закуривая. «А то, что у АПН помимо штатных журналистов есть нештатные авторы, которые пишут, публикуются и получают гонорары наравне с работниками агентства, вам известно? Забыли, как вы сами впервые обратились ко мне, как внештатный корреспондент иностранной газеты, интересующийся русской жизнью?» «Понятно», – коротко кивнул Роберт. «Но нам больше подошел бы человек, проработавший в АПН не менее трех-пяти лет. Важно не то, сколько человек работает, а насколько развита у него способность схватывать все на лету». «Действительно, эти качества наиважнейшие. Но почему вам и в самом деле не устроиться на постоянную работу в агентство? Ведь, насколько мне известно, ваша биография ничем не запятнана». «Если я буду работать в агентстве, ни о каких иконах, серебряных изделиях фирмы Фаберже, картинах Левицкого и Боровиковского не может быть и речи. Я буду заниматься журналистикой, и если сил хватит мелкой фарцовкой, чтобы не умереть с голоду. Вот и решайте, друг мой, что вам выгоднее – иметь меня своим агентом или же деловым партнером?» «Ладно, шутки в сторону», – неожиданно сказал Роберт. «По нашим данным, часть собственных корреспондентов АПН на самом деле работники КГБ. Если вы сможете добыть их имена, я вас не обижу». «Ни за что». «Почему?» «Потому что самое худшее, что могут сделать с вами, это объявить персоной нон-грата. А со мной церемониться никто не станет. Вы же предлагаете мне заниматься откровенным шпионажем». «Скажите, а что криминального в том, что один человек, скажем, внештатный корреспондент АПН, выслушает в курилке или кафетерии сплетни, разговоры и слухи на интересующую меня тему, а потом перескажет их мне?» «Вы думаете, такие темы обсуждаются за сигаретой и чашкой кофе?» «Милейший Игорь Михайлович, из более чем трехлетнего пребывания в вашей стране я уже вынес одно твердое убеждение. Русских хлебом не корми, но только дай посплетничать, особенно на щекотливые темы, о взяточничестве высших руководителей, об их дачах, предполагаемых любовницах. КГБ не исключение». «Считайте, что я согласен», – неожиданно произнес Стрельцов. «Я вам позвоню». Дергушин слушал доклад Смирнова, не перебивая. Много интересного о московской группе поведал Алексею Звенигородский, решивший, наконец, порвать с Бигбоссом. Задав два-три уточняющих вопроса, Дергушин дал краткую, но ясную установку. Быть на готове. Ждать. Все внимание шефу, хромому и их окружению. «Олег Михайлович». «А, это вы?» – обрадовался Скалов. «Вы знаете, в субботу я улетаю в Турцию. Хочу оттуда привезти...» Это не телефонный разговор. Мягко остановил его Стрельцов. «Во сколько вы должны быть в аэропорту?» «К десяти часам. А что?» «Видите ли, всю эту неделю я страшно занят. У меня буквально ни одной минуты нет свободной. Что, если я подъеду к вам прямо в субботу?» «С утра. Часиков в восемь. У меня уже есть конкретный заказ, и обсуждение много времени не отнимет». «Да, конечно. Но все-таки лучше бы было, если...» «Еще мне хочется передать вам бутылку столичной. Говорят, это лучший сувенир, который можно взять в заграничную поездку». Не дождавшись звонка от Роберта, Стрельцов набрал его номер сам. К телефону подошла женщина, видимо, жена. Когда она узнала, с кем разговаривает, тон ее сразу изменился, стал сухим и неприветливым. Она сказала Игорю Михайловичу, что Роберта нет на месте. «В последнее время у него очень много работы, и он вряд ли сможет выделить время для встречи с вами», заключила она. «Постойте», – закричал Бигбосс. «Он решил воспользоваться тем паролем, который Роберт дал для сообщения о появлении интересующей его разведку информации. «У меня поднялась температура 38,5. Не могли бы вы помочь с лекарством?» «Чем вы заболели?» – мгновенно отозвалась женщина. «Грипп». «Подождите, пожалуйста». Стрельцов услышал, как она произнесла несколько слов по-английски. Через минуту дипломат, которого не было дома, говорил с ним. «Я встречу вас на улице 1905 года в 22 часа. Буду в своей машине. Остановитесь сзади, как будто у вас забарахлил мотор. Обратитесь ко мне за помощью». До встречи оставалось полтора часа. Немного успокоившись, Игорь Михайлович выхватил из папки фотокопии телефонного справочника АПН и выбрал наугад семь фамилий. После непродолжительных раздумий он прибавил еще две. «Если я получу по тысяче долларов за каждую, это будет просто великолепно», – решил он. Остановившись в десяти метрах от «Мерседеса», Игорь Михайлович выскочил из своей «Волги» и с ворчанием открыл капот. У постороннего зрителя создавалось впечатление, что в его машине забарахлил мотор. «А запасные свечи-то я позабыл», – громко сокрушался Биг Босс из-под тяжка, посматривая настоящий впереди автомобиль с иностранным номером. Наконец он решительным шагом направился к «Мерседесу». Притворяясь, будто ищет свечи в багажнике, Роберт спросил, «Что вы привезли мне?» «Список работников КГБ, которые под видом корреспондентов АПН готовятся к поездке за рубеж», – прошептал Стрельцов, протягивая Роберту запечатанный конверт. «Всего девять фамилий. Последние пять я смог добавить только вчера. Все они в ближайшее время должны уехать, поэтому я и решился связаться с вами». «Хорошо. За эти сведения вы получите пять тысяч долларов». «Честно говоря, я рассчитывал на большее», – скривился Стрельцов. «Хорошо. Семь. Но учтите, если это дезинформация, то не ждите пощады, когда окажетесь у нас на Западе. За иконы вы получили от меня сто пятьдесят тысяч. Итого на вашем счету теперь сто семьдесят тысяч». Пользуясь темнотой, Стрельцов значительно превышал скорость. «Эстонцы перевели за границу более миллиона каждый», – «ярился он, притормаживая перед опущенным железнодорожным шлагбаумом. А со 170 тысячами на Западе делать нечего. У него оставался единственный выход – раздобыть несколько картин Левицкого и Боровиковского, украденных из музеев и частных коллекций Москвы и Петрограда в годы Гражданской войны. Картины, деньги от продажи которых предназначались для поддержки Белого движения, не удалось вывести за границу из-за неожиданного контрнаступления Красной Армии. С небольшими потерями эти произведения искусства пережили войну и осели в трех среднеазиатских частных собраниях. Владелец одного из них дважды предлагал Стрельцову приобрести эти картины, но Игорь Михайлович неизменно отказывался. За них просили космические цены – по килограмму золота за квадратный метр полотна. Чтобы собрать необходимую для покупки картин Левицкого и Боровиковского сумму, Игорю Михайловичу пришлось срочно распродавать драгоценности и анаболики, фарфоровые сервизы и редкие книги. Прилетев с картинами из Ташкента, Игорь Михайлович не знал, что на Петровке-38 уточнялись последние детали операции по пресечению преступной деятельности всей его группы. Удобно устроившись в любимом кресле, он набрал номер телефона Роберта. Ответила жена, столь же сухо, как и в прошлый раз, и добавила, «Его срочно вызвали на родину, но он должен вернуться в субботу в 18 вечера. Тогда, может, вы возьмете товар». Но она отказалась забирать картины. «Хорошо», — сказал Игорь Михайлович, «сделаем так. Мы с вами сейчас встретимся, я передам вам ключи от квартиры, где находится товар. Ждать я не могу. Уезжаю за новой порцией на Украину», — тут же сочинил легенду. «Когда Роберт прилетит, пусть заберет полотна, а гонорар переведет на мое имя в банк». «Как обычно». Он понимал, что идет на риск. Роберт мог и не расплатиться. Не дождавшись Стрельцова, Соколов суетливо укладывал свои вещи. Такси должно было прийти через 10 минут. Наконец раздался долгожданный звонок в дверь. Но когда фотокорреспондент открыл, в лицо ему ударил резкий запах газа, и он потерял сознание. Игорь Михайлович обыскал Соколова, переложил в свой пиджак содержимое его карманов. Подхватив сумку фотокорреспондента, вышел на улицу и огляделся по сторонам. Рядом взвизгнула тормозами салатовая «Волга». «Соколов, такси заказывали?» В Шереметьево 2. Стрельцову пришлось порядком поволноваться при прохождении паспортного контроля. Ему показалось, что пограничник слишком долго сверяет его лицо с фотографией в паспорте. Но дальше все пошло по заведенному порядку. Люди переходили из одного зала ожидания в другой. Багаж, обвешанный бирками, уносили черные ленты транспортеров. Вокруг прилавков магазина беспошлиной торговли и кивосков, торгующих мороженым и прохладительными напитками, была обычная толчия. За толстыми стеклами аэровокзала виднелись красавцы-лайнеры с разноцветными буквами и эмблемами на фюзеляжах и хвостах. Засмотревшись на иностранные самолеты, Стрельцов не заметил, как к нему подошла девушка в синей форме. Она дотронулась до рукава Игоря Михайловича и суровым тоном произнесла «Вас давно ищут». «Милиция? Прокуратура? Комитет госбезопасности? Или все вместе?» Бурей пронеслось в голове бигбосса. Он почувствовал, как горит лицо под резиновой маской и ощутил противную слабость в коленях. «Пройдите туда», – махнула женщина рукой. На негнущихся ногах Стрельцов направился к трем мужчинам, которые при его приближении смолкли. «Это он», – сказал один из них. «Привет, Олег! Где ты пропадаешь? Мы даже в агентство звонили, а потом тебе домой. Ты не заболел? Лицо припухло?» «Попейсь моё, и не таким станешь», – нашел Стрельцов. Журналисты посмеялись и перестали обращать на него внимание. Вскоре пригласили на посадку. Стрельцов уже сидел в кресле авиалайнера, когда самолет, в котором летел Роберт, приземлился в Шереметьево-2. Естественно, Игорь Михайлович не мог знать, что Роберт побывал в квартире Карины, пробыл там чуть более получаса, вынес картины и положил их в багажник своего Мерседеса. Не знал Игорь Михайлович, что Роберта задержали с поличным, что он всего лишь 30 минут обладал национальной гордостью русского народа произведениями великих художников России, тех, кто стоял у истоков её мировой живописной славы – Боровиковского и Левицкого. Стрельцов летел в Турцию, рассчитывая в будущем сорвать немалый куш от проданных Робертом картин и не предполагал, что тому осталось жить в Советском Союзе всего 48 часов. Московская милиция сбилась с ног, разыскивая Стрельцова, и только в воскресенье к вечеру к Дергушину поступила интересная информация, которой он поделился со Смирновым. Исчезнувший в Турции фотокорреспондент АПН Олег Соколов объявился в Москве, но начнулся от действия дурманящего вещества в своей квартире. Через Советское министерство иностранных дел в Турецкую республику был направлен запрос с требованием выдачи опасного уголовного преступника Игоря Михайловича Стрельцова. Через шесть дней пришел подписанный заместителем министра общественной безопасности Турции ответ «Человека с таким именем, фамилией и приметами на территории Турецкой республики не обнаружено». От своих коллег из АПН Стрельцов оторвался в гигантском универсальном магазине, выстроенном в центре Стамбула специально для иностранных туристов. Никто из его спутников не придал значения этому исчезновению. Засмотрелся человек на иностранные товары, скоро вернется, денег все равно мало. Продавец небольшого магазина радиоаппаратуры любезно объяснил Игорю Михайловичу, как добраться до знаменитой мечети Ай-София. Оказалось, до нее всего десять минут ходьбы. В экскурсионном бюро свободно принимали доллары США, и Стрельцов купил себе один билет. В мечети он принялся медленно прохаживаться вдоль украшенных изречениями из Корана стен, пристально всматриваясь в лица проходящих мимо туристов. Много было японцев. Они ходили тесной толпой и четко поворачивали головы по приказу экскурсовода. Попадались также экспансивные французы, сдержанные шведы и норвежцы, шумные итальянцы. В отдалении Биг Босс заметил группу загорелых людей в одинаковых красных панамах с большими белыми крестами. Швейцарцы. Закончив осмотр Ай-Софии, швейцарцы потянулись к выходу. Стрельцов приметил одного чем-то похожего на него, зашагал вслед группе. Швейцарцы пообедали в маленьком ресторанчике неподалеку от мечети. Шумно задвигали стульями и отправились осматривать старую часть Стамбула. На узких улочках было множество мелких лавок, в которых продавалось все – от новейших японских телевизоров до доисторических малоазийских бронзовых светильников. Завидев туристов, продавцы опрометью выскакивали из магазинчиков и с поклонами затаскивали их внутрь. Очень скоро они растащили всю группу. Смеясь, швейцарцы договорились встретиться через два часа в гостинице. Выждав подходящий момент, Стрельцов подошел к своему швейцарцу и тронул его за рукав. «Я археолог. Приехал сюда два месяца назад для раскопок древнегреческой колонии на побережье Мраморного моря. Результаты потрясающие, но так как все деньги, выделенные университетом и археологическим обществом, иссякли, работа приходится сворачивать». «Понимаю», – блеснул глазами швейцарец. «Вам повезло. Я владелец антикварного магазина в Берне, Ганс Кристофер, и с радостью куплю у вас наиболее интересные вещи. У меня есть знакомые на турецкой таможне, так что проблем с вывозом не возникнет». «Прекрасно», – обрадовался Стрельцов и повлек швейцарца за собой. Они прошли около двухсот метров. За это время Игорь Михайлович успел поведать антиквару, что он нашел одну диадему из золота, несколько пар серег из электрона, сплава золота с серебром, и склеил из фрагментов две краснофигурные вазы. Швейцарец довольно кивал головой. Заметив слева от себя прямоугольное отверстие в стене – вход во двор. Бигбосс решительно показал туда рукой. Швейцарец шагнул вслед за Стрельцовым, который, неожиданно повернувшись, обрушил на него страшный удар. Опустившись на колени, Стрельцов принялся выворачивать карманы убитого. Обнаружив связку ключей, с сожалению, отложил ее в сторону. Зато толстый бумажник с внушительным количеством швейцарских франков и американских долларов и, самое главное, паспорт, чрезвычайно обрадовали его. Стрельцов вышел на улицу степенным шагом и, спустившись к маленькой площади, подозвал такси. Дорога до аэропорта заняла не более четверти часа. Сунув водителю пятидолларовую бумажку, Стрельцов поспешил к стойке авиакомпании «Свиссер» и осведомился, когда влетает ближайший самолет в Женеву. Женева встретила Игоря Михайловича ярким солнцем и пронзительно голубым небом. То, чего он боялся больше всего, таможенный и пограничный контроль прошли гладко, лучше сказать, незаметно. Офицер-пограничник мельком взглянул на паспорт и без всякого досмотра выпустил Стрельцова из контрольной зоны. Подойдя к стоянке такси, Биг Босс попросил отвезти его в недорогой, но приличный отель. Таксист подумал и предложил Стрельцову «Эпсом». Стрельцов знал, что в западных гостиницах принято останавливаться под вымышленными фамилиями. Во всяком случае, так поступали все знаменитости, которые не хотели бы привлекать к себе внимание прессы. Поэтому он заявил консьержу. «Поссорился с женой. Хочу, чтобы она поняла, как плохо жить без меня». И записался он под именем Макса Фишера. Сочувственно улыбаясь, консьерж протянул ему ключ от номера. Как видно, у него тоже были проблемы в семейной жизни. Номер Стрельцову понравился. Он был маленький, но уютный. На кухне стоял небольшой холодильник и трехконфорочная электроплита. В кухонном шкафу были аккуратно разложены разнообразные кастрюли и сковородки, ножи, вилки, ложки и штопоры для бутылок. «Завтракать я буду в ресторане отеля, а обед готовить сам», – решил Стрельцов. «Так обойдется значительно дешевле». Он повесил пиджак на спинку стула и мгновенно заснул. На следующее утро Биг Босс встал бодрым и свежим. Позавтракав, пошел в свой банк, руководствуясь взятым в холле Эпсома путеводителем по Женеве. Толкнув тяжелую окованную медью дверь интер-маритайм банка, Стрельцов очутился в полутемном прохладном холле. Стены были облицованы коричневым мрамором. С потолка на длинных позолотенных цепях свисали тяжелые люстры. Подойдя к окошечку, Биг Босс просунул свои документы и сквозь ажурную решетку стал наблюдать за действиями кассира. Тот быстро набрал на дисплее нужную группу цифр и что-то спросил у Стрельцова по-французски. — Пожалуйста, говорите по-английски, — попросил Биг Босс. — Что вы хотите, снять деньги со счета или наоборот положить? Я просто хочу узнать, сколько у меня денег. Книжку с проставленными банковской машиной цифрами Игорь Михайлович раскрыл только на другой стороне Женевского озера, сев на скамейку под платанами. — Итак, на его счету 195 тысяч долларов. — Но это все равно ничтожно мало, — вздохнул Биг Босс и медленно побрел вдоль набережной. Перед ним расстилалась спокойная голубая гладь с яркими точками нарядных яхт. Прозрачный горный воздух делал весь пейзаж похожим на праздничную открытку. На следующий день Стрельцову позвонил Роберт. Он сказал, что хочет встретиться для обсуждения финансовых вопросов. Голос Роберта прямо-таки сочился медом, но опытное ухо Биг Босса было трудно обмануть. Стрельцов сунул в карман пиджака баллончик со смертельным нервно-паралитическим газом, год назад врученный ему в Москве Робертом. Спустился в вестибюль отеля и, отдав ключ консьержу, вышел на улицу. Ресторан «Эдвардс», куда пригласил его Роберт, был расположен на Рю-де-Берн в районе красных фонарей. Роберт явился в черном фраке с бабочкой, и с кармана у него торчал краешек красного платочка. «Как дела, старина?» – ослепительно улыбаясь, приветствовал он Стрельцова по-русски. «Как устроился в Женеве?» Щелкнув в воздухе пальцами, Роберт подозвал официанта. «Я хочу угостить тебя русской водкой», – доверительно произнес Роберт. «Нельзя, чтобы ты забывал вкус матушки России». Официант торжественно внес на блестящем подносе бутылку столичной и стакан, блюдечко со льдом, щипчики, нарезанные тонкими кружками лимон. Следом за ним принесли поднос с бутылкой виски и высоким стаканом. Стрельцов вопросительно взглянул на Роберта, и тот, разведя руками, пояснил. «Извини, старина, но поскольку я почти у себя дома, то буду пить виски. Если честно, то за годы, проведенные в России, я так и не сумел стать поклонником водки». «Что ж, сколько людей, столько вкусов», – легко согласился Биг Босс и наполнил свой стакан. Он бросил в водку две лимонные дольки, три кусочка льда. Роберт смотрел на Стрельцова колючее ласковым взглядом. Официант принес омаров. «Ты ведь ни разу их не пробовал?» – спросил Роберт Стрельцова. «Ошибаешься», – вынужден был разочаровать его Биг Босс. Вкус этого деликатеса мне знаком. «Прекрасно. А теперь о деле. Тот список агентов КГБ, который ты вручил мне в Москве, получив за это семь тысяч, никуда не годится», – улыбаясь, произнес Роберт. «В нем нет ни одной настоящей фамилии. Это фальшивка, притом довольно грубая». «Не может быть», – удивился Стрельцов. Он искренне полагал, что хотя бы один из взятых им наугад сотрудников агентства непременно окажется разведчиком. «Давай говорить на чистоту», – предложил Роберт. «Я признаю, что в этой игре ты сумел меня перехитрить. Честно говоря, даже не предполагал в тебе таких способностей». «Как умело, а главное, как естественно, ты вел свою партию», – он наклонился к Стрельцову. «Тебя уже, наверное, можно поздравить с очередным званием?» «С каким званием?» «Единственное звание, которое я получил, это ефрейтор. Но это было так давно, еще в армии». «Умный человек, а строит из себя дурачка», – пожурил его Роберт. «Что ты имеешь в виду?» – вскинулся Стрельцов. Он побледнел и далеко отставил от себя стакан, так и не пригубив водки. «Ты лучше выпей, а то не совладаешь с нервами», – посоветовал Роберт. «Не бойся, я тебе объясню все в подробностях». «Итак, крышу ты выбрал себе превосходную, разыграл из себя подпольного дельца, и в этом обличье сбывал мне поддельные картины – современное серебро и прочий мусор, получая оплату в твердой валюте. «Я же знаю», – прибавил Роберт с издевкой, – «как Советский Союз нуждается в конвертируемой валюте, и КГБ не исключение. Неужели ты действительно думаешь, что я работник КГБ?» Роберт, нахмурившись, вертел в руках стакан. Потом он стукнул им по столу. «Но так оно и есть». «Хорошо», – стараясь быть спокойным, произнес Стрельцов. «Тогда как же ты объяснишь тот факт, что последние картины Левицкого и Боровиковского были подлинными?» «С этим я не спорю. Они действительно настоящие, как и несколько предыдущих икон. Но только они были использованы для того, чтобы скомпрометировать меня и убрать из Советского Союза. Я объявлен персоной нон-грата и пока проживаю в Брюсселе. Да тебе должно быть известно об этом. Я полагаю, что в КГБ просто посчитали мои условия неподходящими и нашли более изговорчивого партнера». «Теперь понятно, почему на мой счет не переведены деньги», – вырвалось у Стрельцова. «Надо отдать тебе должное», – заметил Роберт. «Маневр со швейцарским паспортом был задуман просто великолепно. Но тебя подвела жадность. Ты хотел как можно скорее получить деньги, и поэтому прямиком направился в Интерморитаймбанк». «Мы признаем твое превосходство в первой фазе операции», – продолжал Роберт. «Но теперь ты оказался на чужой территории. Помнишь, что ты говорил мне в Москве? Законы игры здесь диктуем мы». Итак, первый вопрос. С какой целью ты нелегально перебрался на Запад? «Есть ли надежный резидент в Женеве? И кто он? Сколько времени ты собирался пробыть в свободном мире под своей крышей? Я имею в виду, используя паспорт человека, убитого грабителями в Стамбуле». «Он не знает, что Ганса Кристофера пристукнул я», – мелькнула у Игоря Михайловича. «Можешь думать обо мне все, что угодно», – твердо ответил Стрельцов. «Но только я не работник КГБ. Я действительно подпольный делец. Глава теперь уже бывший», – усмехнулся он. «Одной из группировок, скажем, московской мафии. И на Запад я пробрался сам, понимаешь, сам. Не для того, чтобы выполнять задания разведки, а чтобы жить здесь и не трястись от страха, быть однажды избитым, ограбленным или арестованным. И не моя вина в том, что я продавал тебе подделки. Меня самого обманывали. А провал с картинами произошел потому, что, как я думаю, один мой человек донес на меня в милицию». «Предположим, это так. Ну, скажи, как тебе удалось перебраться на Запад? У нас ведь такой контроль?» Чудом. С помощью баллончика с газом я одурманил Олега Соколова. Вот его паспорт. А вот маска, придавшая мне внешнее сходство с этим фотокорреспондентом. Кстати, фигуры у нас тоже одинаковые. В составе группы работников АПН, к счастью, плохо знающих Соколова, я вылетел в Анкару. «В Стамбуле я, а не грабители, как ты сказал, убил туриста из Швейцарии с его паспортом и на его деньги прилетел сюда. В Интерморитайм-банке я узнал, что гонорар Забаровиковского и Левицкого еще не переведен на мой счет и стал ждать». «Это правда?» – кровь медленно отливала от лица Роберта. «Клянусь», – торжественно произнес Бигбосс от первого до последнего слова. Роберт закрыл глаза и просидел так минут пять. Потом он натянуто улыбнулся и пробормотал. «А это даже к лучшему. Я тебе поверил. Видит Бог, поверил». «Так бы сразу. Но тебе-то от этого не легче. Посуди сам, в иконы, серебро и прочий антиквариат я вкладывал собственные денежки и проворачивал эти операции на свой страх и риск. Мало того, с твоей помощью я засветился, а это стоит гораздо больше, чем все твои гонорары». «Какой же выход?» «Единственный. Придется тебя уничтожить». Стрельцову стало плохо. Он залпом выпил водку. «Да, я верю тебе», – жестко продолжал Роберт. «Случай просто феноменальный. На месте покойного Флеминга я написал бы о тебе роман и снял бы по нему фильм. Может быть, на старости лет я так и сделаю. Но сейчас… Сейчас ты выпил водку, в которой растворен медленно действующий яд. Противоядие – вот оно». Роберт вынул из кармана небольшой стеклянный флакончик и потряс им перед лицом Стрельцова. «Если ты подпишешь требование выдать мне скопившиеся на твоем счету деньги, я дам его тебе». Роберт подозвал господина в котелке, что-то шепнул ему на ухо. Через две минуты тот вернулся с дипломатом из крокодиловой кожи, из которого Роберт извлек нужную бумагу и протянул ее Стрельцову. «Достаточно вписать количество денег и расписаться. Все остальное уже проставлено». «А если я не приму противоядие, когда меня не станет?» – хрипло спросил Игорь Михайлович. «Через пятнадцать-двадцать минут», – ответил Роберт, взглянув на часы. «Сволочь!» – резко произнес Бигбосс. Роберт пожал плечами и выразительно посмотрел на циферблат. «Моя песенка спета», – с неожиданным спокойствием подумал Стрельцов. «Везение кончилось. Прыжок оказался преждевременным. Живым мне из этой волчьей ямы не выбраться. Отдавать все, что имею в обмен на возможность влачить нищенское существование – нет, не стоит вся эта затея таких трудов. Единственное, что мне остается – это постараться уйти достойно». Рука Игоря Михайловича потянулась во внутренний карман пиджака. Роберт торжествующе улыбнулся и с готовностью предложил Стрельцову свое вечное перо. Однако Биг Босс отрицательно покачал головой и, резко выдернув из кармана баллончик с газом, направил струю прямо в противное длинное лицо Роберта. Прежде чем помощники Роберта успели что-либо сделать, Стрельцов перевернул баллончик и вдохнул летальную дозу. Так начался его прыжок в небытие.